Привет, ребят! Сегодня поговорим с вами про аушки, всегда ли они плохи и какими вообще бывают. Привет, ребят! Меня зовут Рейнби, и на данном канале я говорю с вами о фанфиках, косплее. Приглашаю вас отправиться со мной по различным вселенным, в том числе моим оригинальным, и вдохновляю вас на создание своих собственных творений. Вот, и сегодня поговорим с вами про аушки, про ау-фанфики и их разновидности, наверное. Тоже, надеюсь, будет не очень большое видео, но посмотрим. И сегодня, вы видите, прям вот я вот использую по максимуму новый барик Нейтана, потому что, блин, он мне нравится. И маечка, да, маечка вот эта вот замечательная маечка, вот эта вот, вот никогда с вами не сидела вот с Винни-Пухом, и я-я-я, вот надо исправляться, да. И сегодня вот в баечке с крылышками, зачем это вам знать, я не знаю. В общем, аушки. Первая разновидность это различные ау после серии, после финала, либо же просто другой финал. И тут также часто еще приторабанивается ау, где персонаж жив. Это, например, мы берем самое банальное, Гарри Поттер, да, где вот фанфики, где Северус все же выжил, и это самые лучшие фанфики. Давайте будем говорить откровенно, потому что, хей, мы все не хотим верить в то, что Северус просто, знаете ли, умер от яда. Лучший Зельевар, как некоторые господи, расписывают о том, что он просто не видел уже смысла в жизни, и он вот жил ради Лили, и вот он вот жил ради того, чтобы все-таки Поттеру помочь. Господи, Поттер мог потом, не знаю, споткнуться и носом упасть, если бы Северус действительно ждал, чтобы вот Поттер все-таки победил, чтобы в итоге выжил, то он бы подождал еще немноженько. И все-таки я считаю, что он был там с противоядием, он просто его выпил, просто слинял куда-то. Гори, но с синим пламенем, я буду спокойно жить, меня никто не будет трогать, никаких больше Поттеров, никаких больше странных лордов, да, и все. Меня нет, и все, я в домике, называется. Еще после финала, когда, например, сериалы, как Уайт Чепл, которые не продляют, естественно, куча фиков будет, хей, давайте все-таки напишем адекватный финал для истории Чандлера и Кента, либо же после серии какой-то, когда это ongoing, да, ну то есть, когда в процессе еще выхода серии, у меня такое часто было, когда я фан-крипы делала по Кальтазару, когда выходила новая серия, и ты такой, хей, а вот после этой серии идеально было бы закончить так, чтобы Касс с Бальтом снова встретились, ну и проще, знаете, когда опираясь на какие-то события, ты там, типа, свой пэринг пропихиваем, пропихиваем потиху. И то же самое было с... Немноженько с Элаэсом и Энтони, когда я тоже периодически придумывала тысячу и один способ, каким образом они могли заново встретиться, и каким образом Энтони мог выжить, но больше всего это было с Кальтазаром, блин, я не знаю, я там, наверное, вариантов 10 или 15 перебрала, каким образом Бальта как можно было бы воскресить там, и ты такой просто, блин... Создатели, вы не знаете, куда смотреть, почему мы не посмотрели в ту степь? Не, на самом деле, интересно, после вот финала, который, в принципе, открытый, а-ля там, все в небесах, все ля-ля-ля, ты такой, хм, возможно, там и Бальты, возможно, с этого тоже можно плясать. И, да, финал, вот как, например, я после финала, который был по 9.1.1 с Баком и Эдди, когда все закончилось, я довольно-таки много фанфиков читала как раз по поводу вот этого выздоровления Эдди, потому что если опираться на самую финальную серию, да, то вот Эдди у нас подстрелили, и ему еще неизвестно сколько месяцев надо барахтаться, чтобы на физио ходить и как-то восстанавливать свое плечо, и тут вот через пару секунд уже показывают о том, что он уже снова в команде, и ты такой, типа, мне не хватает вот этого вот упущенного момента, и поэтому, знаете, вот аушки, где как-то вот после финала там как-то развивалось, мы игнорируем вот тот вот кадр, да, просто вот нормально, чтобы развитие было, да, нам это порой необходимо. Следующий вариант, это тоже очень классная аушка, это другое знакомство, это, например, если, допустим, у Сиверуса и Люциуса была разница не в 6 лет, а, допустим, там 8, да, и первый раз они встретились где-нибудь в абсолютно другом месте, скажем так, допустим, вот действительно, когда Люциусу понадобилась какая-то помощь с каким-то там зельем, оба на первая встреча, и он встретил молодого зельевара, там та-та-та-ра-та-та-та, вот это другое знакомство, либо если мы рассматриваем там 9-1-1, то, например, Эдди в подразделении не 118, а 136, вот там, где Лена была, и вот был какой-то там фиг, где они встретились в баре. Было много таких фигов. Допустим, они встретились в баре, либо они встретились на Тиндере, либо же вот действительно они просто встретились в баре, был фиг, где Бак, он постоянно тусовался своей командой в том же самом баре, где и эти выпивали, и Эдди всегда смотрел, что, блин, ну у них классно, что у них целая семья, а у тех как-то каждый сам по себе в команде, ну и вот как-то на этой вот почве они закорешились, называется. Еще одна аушка, это, например, другая профессия. Например, было несколько гафу-фанфиков, где Гастон и Лифу были моряками. Блин, там вообще какая-то дичь была с Стэнли, еще какой-то фиг был, где он какую-то там девушку поматросил и бросил. Боже мой, там такая драма была, это типа такой, типа, что Стэнли? Мы говорим об одном Стэнли, который трансгендер Стэнли, который как бы влюблен в Лифу Стэнли. Но на самом деле я еще сама хочу проходиться по Гастон и Лифу и морякам. Мало того, что я хочу несколько тиктоков запустить таких, я еще хочу сделать одну сценку интересную, ну вот как-то так. В бадди-фиках очень много разных вещей, например, наполовину другие профессии. Это был один фиг, где Бак был как раз пожарным. Он записался на клуб садоводства, и там он встретил Абуэлу Эдди, бабушку, и начал помогать ей по дому, потом с ним познакомился Эдди. Притом, блин, Эдди, он, короче, изначально подумал, когда приходил к своей Белли, типа, я не понял, у меня была одна работа, как у хорошего внука, все делать тебе по дому, с хренальника все уже сделано. Он подумал, что Бак это любовник его бабушки. Короче, это тоже был ржачный момент, типа, бабуля, типа, чего? Эдди, он в итоге понял, что Бак, он все-таки адекватный парень, он просто, да, такой вот человек, который любит всем помогать. И Эдди, он был популярным там каким-то то ли писателем, то ли какой-то там звездой прям. Это такой вот вариант развития событий. Был какой-то фиг, который я, по-моему, так и не дочитала, где они были олимпийскими чемпионами, или, точнее, участниками олимпийских игр. Бак был пловцом, а Эдди то ли там тэквондо, то ли айкидо, что-то там такое вот спортсменом, короче, борцом каким-то. А ушек очень много, где кто-то из них, например, бармен, либо, знаете, рабочий в кафешке. Вот это вообще просто такая тема, которая во всех фандомах. И глютик таких вот есть часть фиков, где либо Геральт работает в кофейне, например, либо барменом, и к нему притраванивается лютик. Один, кстати, из фиков, по-моему, Геральт Лютик Эскель. Был как раз про кофейню. Были еще фики, где Эскель был преподавателем Лютика, и там тоже был Геральт Эскель Лютик. Блин, классные фики на самом деле. Вообще куча аушек, да, выбирайте любую профессию, и вот как бы здрасте. Еще есть аушки вот прям, знаете, совсем-совсем альтернативной вселенной. Другие профессии иногда называют, типа, знаете, ау-кафе там или еще что-то, что они работают там в кафе, но я это все-таки, знаете, притарабанила вот к предыдущему, именно к другой профессии, потому что, ну, все-таки профессия, да, а есть прям вот совсем-совсем другие вселенные, альтернативные. Это, например, там, не знаю, допустим, действие происходит там в 2900 году, случился там зомби-апокалипсис, и сейчас как-то там выживают люди, либо же это какие-то вариации из разряда там сказок. В сверхъестественном был какой-то такой замес, то ли это было с кроссовер, с сказкой «Красавица и чудовище», даже не просто кроссовер, да, потому что кроссовер это больше как совмещение двух вселенных, а это именно как пересказ событий «Красавица и чудовище», да, только с персонажами сверхъестественного. По-моему, с «Красавица и чудовище» было, и, по-моему, еще одна была вариация, где Касс был каким-то там суперским ангелом, который был заточен в башне, или что-то такое было, но я уже очень это смутно помню. Есть еще «Красавица и чудовище», да, вот про Гастона и Лифу, делают иногда аушку, где если бы в роли Белль, был бы Лифу, а в роли Гастона было чудовище. То есть та же самая история, вроде как бы, но пересказанная именно с персонажами вот этими, вот. Как бы не продолжение, да, а именно вот изначально, что Белль, ну, чисто вроде как бы не была, либо, знаете, вот полностью альтернативной вселенной, это, например, современная АУ из разряда, если бы Гастон и Лифу жили бы в нашем веке. И, например, Гастон является Коттербеком, а Лифу является там, не знаю, либо ботаником каким-нибудь, либо является черлидершей иногда, тоже такое бывает, ну, черлидерам, либо Средневековье, допустим, если бы Хаус Уилсоном жили в Средневековье, не знаю, что-нибудь такое вот. Ну, допустим, другие какие-нибудь сказки, русалочка, потому что иногда Лютик, он бывает русалочка, я не знаю, вообще можно это отнести, наверное, к следующему еще какому-нибудь пункту, которого я не записала, но, наверное, можно это еще сделать. АУ какое-нибудь существо. Это очень характерно для Гарри Поттеровского фандома, когда драка делают Вейлой. Вроде как бы некоторые считают, что у них такая кровь есть, вроде как бы нет, но, допустим, чтобы было наиболее понятно, делают Северуса реально вампиром. Вот АУшка, где Гарри превратился в домового эльфа. Моя любимая, да, моя любимая, потому что трэшак. Я как раз делала ролик о вот этом вот фике, если кому-то интересно послушать, точнее, косплей, но да, там большая часть данных популярных снарификов была именно об этом. Да, ты наслаждаешься этим, рассказывая полный трэшак. Нет, определенно наслаждаешься. Если мы говорим про Ведьмака, я делала снова же ролик, да, про каким магическим существом мог быть Лютик из-за того, что он не старел там, АУшки, что там, например, Лютик был русалкой, то есть сиреной, Лютик был вампиром, Лютик был эльфом, Лютик был, кем он только не был. Если мы берем вот какие-нибудь упоротые ролики, как я делала про шейпшифтинг, да, тоже вот сейчас вот где-нибудь здесь вот помещу, что Геральт иногда был каким-то там кракеном, а-ля, который откладывает яйца, да, с яйцекладами. Вот это вот тоже АУшка, потому что как бы такого не было. Либо шейпшифтеры АУшки такие вот, тот же самый банальный Омегаверс, то есть тоже другая вселенная с альфами, бетами и Омегами, соулмейтовские АУшки, но это больше, наверное, к вселенным, да, прям вот вселенным, наверное, Омегаверс, вот, соулмейты, когда у них появляются там на руке там какие-нибудь слова, либо они слышат музыку, которая слышит их соулмейт, либо у них на руке там что-то пишется, последнее слово, которое сказал их соулмейт, либо они до этого видели черно-белый мир, а потом, когда они увидели соулмейт, они вдруг цвета увидели, или там, не знаю, после дотрагивания там именно цвета появились, боже мой, чего только нету, и каких существ порой только нет. На самом деле, напишите, какие еще есть варианты АУшек, если бы вам что-то еще, как всегда, было бы интересно послушать. Как всегда, вспоминаем замечательных людей, которые помогают поддерживать данный канал, не загибаться ему в эти очень сложные времена. Еще раз напоминаю, что все еще ищу на канал видеомонтажера, если вдруг кто-то хочет, и да, платненько даже, да, даже денежки заплачу, правда, нежелательно не с прям зашкаливающим ценником. Один человечек приходил там со звездой во лбу, и который делает, ну, средненько. Совсем не на это ценник. Ну, а на сегодня это было, пожалуй, все. Как всегда, пишите в комментариях что-нибудь интересное, какие АУшки вам нравятся, какие еще АУшки вы знаете, и не знаю, там, блин, инопланетяне, там еще что-нибудь, киберпанк, там, вот. Ну, а на сегодня это было, пожалуй, и все. Пока еще увидимся, надеюсь, скоро, пускай вас не покидает вдохновение. И да, пока!